Дорогие друзья, я снова приглашаю вас на серию телевизионных уроков по немецкому языку. Напомню, что серия занятий по современному немецкому языку, как она была нами задумана, предназначается для тех, кто никогда ранее не учил немецкий язык. И вот решил вместе с нами в ходе наших циклов, занятий, телевизионных занятий, приступить к изучению этого иностранного языка. Тот цикл телевизионных уроков, который мы начинаем сегодня, посвящен системе и структуре современного немецкого языка. Напомню тем, кто уже принимал участие в наших телевизионных занятиях, это второй цикл передач. А первый цикл был посвящен водно-фонетическому курсу. И на десяти занятиях мы с вами освоили произношение и правила чтения современного немецкого языка. Конечно, в том курсе мы касались, но очень поверхностно, схемы предложений современного немецкого языка. Но это было связано не со стремлением понять, как устроен, как функционирует грамматический уровень языка. Это было связано, если вы помните, с освоением инновационных структур. То есть мы учились произносить не просто отдельные слова, мы учились произносить не просто отдельные словосочетания, а мы с вами на первом цикле наших занятий учились правильно интонировать целые предложения, целые высказывания. Второй цикл, еще раз обращаю ваше внимание на это, посвящен изучению системы и структуры современного немецкого языка. То есть в ходе нашей с вами совместной работы мы должны будем получить представление о том, как же функционирует язык, как выстраиваются предложения, как из отдельных слов, определенный запас слов у нас с вами уже есть, правильно построить высказывания, грамматически правильно построить высказывания, для того, чтобы нас правильно поняли. Ведь наша с вами конечная цель, к которой мы стремимся, это научиться общаться при помощи языка на современном немецком языке. Вот, собственно, решению этой задачи и посвящены первые несколько уровней нашего достаточно обширного телевизионного курса занятий по современному немецкому языку. И вводно-фонетический курс, который мы с вами уже освоили, ну, я имею в виду тех, кто самого первого занять, активно участвует в наших телевизионных уроках. Мы с вами в данном цикле освоим и грамматическую структуру языка. А в дальнейшем, если вы захотите продолжить изучение немецкого языка, мы перейдем с вами к отдельному аспекту, который называется чтение. Мы будем тренировать этот вид речевой деятельности. И, наконец, в сококупности все те навыки, которые мы с вами приобретем в ходе работы, упорной работы над языком в первом, втором и последующих циклах наших телевизионных уроков. Вот все эти навыки, безусловно, будут нам с вами нужны для того, чтобы в конечном итоге выйти на последний, самый высокий уровень владения немецким языком, на уровень говорения, на уровень непосредственного общения с носителями языка. Вот таковы некоторые итоги той работы, которую мы с вами уже провели, и некоторые перспективы. Я попытался вам кратко обрисовать те перспективы, те цели, которые мы с вами совместными усилиями и в ходе наших телевизионных уроков по немецкому языку должны в конечном итоге будем достичь. Итак, вводно-грамматический курс. Последовательно от урока к уроку мы с вами в этом цикле 10 занятий, предполагает данный цикл, познакомимся, заложим фундамент, естественно, навыкам правильного употребления грамматической основы современного немецкого языка. Итак, сегодняшнее наше первое занятие будет посвящено следующему. Давайте с вами посмотрим на план нашего сегодняшнего урока. Глагол в третьем лице единственного числа. Не случайно мы начинаем знакомство с системой немецкого языка именно с глагола. Дело в том, что в немецком языке, как и во многих других индоевропейских языках, во французском, в английском, глагол играет, если можно так сказать, основообразующую роль. Он образует ядро высказывания, и вокруг глагола уже, по тем правилам, которые задает глагол, выстраивается, все остальное высказывать, вот с точки зрения системы языка, с точки зрения грамматики языка. После этого мы сегодня с вами поговорим о том, что представляет собой простое нераспространенное предложение. Начнем мы также знакомиться с употреблением артикля. Я надеюсь, что для вас, поскольку наверняка вы учили либо английский, либо французский язык, ничего принципиально нового в том, что в немецком языке существует артикль, конечно же, нет. Трудность может заключаться в том, что правила употребления артикля в немецком языке, конечно же, отличаются от тех правил употребления артиклей, которые свойственны английскому или французскому языку. Мы поговорим также сегодня о том, что представляет собой система личных местоимений современного немецкого языка. И еще один аспект, который мы с вами будем в системе прорабатывать в ходе наших телевизионных уроков. Речь идет о правилах правописания, орфографии современного немецкого языка. Это отдельный фрагмент изучения немецкого языка. Дело в том, что в середине 90-х годов в Германии уже после объединения были приняты новые правила правописания. То есть была проведена очередная орфографическая реформа. Ну, действительно, предыдущая орфографическая реформа состоялась в 1901 году, то есть уже более 100 лет назад. И вот в течение 100 лет на протяжении всего прошлого столетия немецкая культура пользовалась теми самыми орфографическими нормами, которые были выработаны в начале прошлого века. Ну, времена меняются. Меняются исторические факторы, меняются контексты истории, меняются люди, меняются принципы обучения, меняется система образования, меняются взаимоотношения между различными культурами. Все это с неизбежностью ведет и к каким-то изменениям в языке, в любом языке, будь то русский язык, будь то немецкий язык или английский язык. Эти изменения в том числе, конечно, это же не глобальные какие-то изменения, но эти изменения сказываются и на тех представлениях в культуре, представлениях о том, как следует подходить к правописанию, как подходить к орфографическим нормам. Стоит или не стоит уносить какие-то коррективы, которые затрагивают правописание, а правописание, конечно же, отражает определенные изменения в языке. Ну, вы со мной согласитесь, что за сто лет изменения с неизбежностью в той или иной степени затрагивают любой язык, в том числе и немецкий язык. Ну, для сравнения вспомните историю нашей с вами культуры, историю русского языка, ну, хотя бы такую известную реформу, которая совершилась в 1917 году, когда некоторые буквы были изъяты из русского алфавита, когда были также изменены некоторые правила орфографии, которые, в общем-то, уже устарели, носили к началу прошлого века, даже вот в русской культурной традиции, характер устаревших, уже не мотивированных приемов правописания. Так что в любой культуре, в любом обществе такие орфографические реформы являются естественными. Вопрос только в том, как часто они проводятся. Вот в нашем русском языке такие реформы проводились на протяжении прошлого века дважды. И вот сейчас также предполагается очередная реформа, связанная с правописанием, с орфографией современного русского языка. Ну, вот пока что она в нашей стране в стадии разработки. А немецкая культура после объединения решила эту проблему. И вот с 1994-1995 года уже на территории Германии начали действовать новые правила правописания. Поэтому, естественно, что, поскольку мы будем говорить о системе и структуре немецкого языка, совершенно естественно, что мы должны будем освоить и новые правила правописания. Познакомиться с ними, ну, может быть, несколько поверхностно. Мы пока что не предполагаем специального курса по развитию навыков письма вот в ходе наших телевизионных занятий. Но для того, чтобы правильно затем читать тексты, конечно же, надо иметь представление о том, что нового привнесла в немецкую орфографию вот эта реформа. Итак, основные пункты плана нашего сегодняшнего занятия мы с вами обсудили. И давайте перейдем теперь к обсуждению конкретных аспектов системы и структуры языка. То есть мы начинаем с вами знакомство с различными фрагментами системы и структуры современного немецкого языка. Итак, первое, на что мы должны будем обратить внимание, это спряжение глагола. Давайте оттолкнемся как бы от тех языков, которые вам уже знакомы. Ну, во-первых, от русского языка, от английского и от французского. Во всех этих языках присутствует такое явление, как изменение глаголов по лицам. Напомню, что, например, в русском языке существует такая система лица, как единственное множественное число и первое, второе и третье. Ну, проще говоря, это представлено личными местоимениями, такими как «я», «ты», «он», «мы», «вы», «они». Вот, собственно, о чем идет речь. О том, что в зависимости от того, кто говорит, о ком говорят, о чем идет речь, кто представляет ту или иную ситуацию в беседе, вот в зависимости от этого и меняется форма глагол. В каких-то языках эти формы носят более детализированный характер, например, в русском языке. Например, «я иду», «ты идешь», «он идет» и так далее. В каких-то языках в меньшей степени, например, английский язык. В английском языке существует всего-навсего две формы, причем одна из форм никак не обозначена, то есть там нет никаких особых маркеров. А одна форма, то вот третье лицо единственного числа настоящего времени обозначена за счет суффикса «с». Вот взять глагол «to tell», говорить, рассказывать, вы можете по-английски сказать «я рассказываю», «I tell», либо «он рассказывает», вот тогда вам и нужно будет привнести изменение в структуру данной глагольной формы. И форма приобретет суффикс «с». Тогда выражение «он рассказывает» будет звучать так «he tells». Вот некоторые аналоги я хотел бы привести в связи с тем, что в немецком языке система спряжения глагола близка русскому языку. То есть более разветвленный характер носит, более детализованный характер носит система спряжения немецкого глагола по сравнению, например, с английским языком. Вот в этой связи я бы провел аналоги с французским и с русским языком. Немецкий язык попадает в ряд, в один ряд с такими языками, как французский и русский. То есть система спряжения глагола в немецком языке носит достаточно разветвленный и детализированный характер. Первый маркер, можно сказать, это суффикс «эн». Немецкие глаголы в инфинитиве и в третьем лице множественного числа оканчиваются на этот суффикс «эн». Давайте посмотрим несколько примеров. Перед вами серия глагольных форм. Ну вот так, вне контекста, мы не сможем определить, имеем ли мы дело с инфинитивом, то есть с неопределенной формой глагола, или с формой третьего лица множественного числа. Ну то, что по-русски соответствует «они». И эти формы могут быть переведены на русский язык как инфинитивом, например, «баден», «купаться», так и формой третьего лица множественного числа. Например, «они купаются», если эта форма попадает в соответствующее окружение. Но пока что нам важно запомнить вот этот аффикс, аффикс «эн». Важно помнить, что этот аффикс присущ и инфинитиву, неопределенной форме глагола, и форме третьего лица множественного числа. «Баден», «танцен», «танкен», «зитцен». Давайте посмотрим, как эти формы глагольные функционируют в предложении. Самое простое предложение. «Ада» и «инга» «баден». «Ада» и «инга» «купаются». Еще один пример. Это серия личных окончаний, характерных для третьего лица единственного числа. Вот вы видите, на этой схеме третье лицо единственного числа характеризуется прибавлением к основе глагола личного окончания. «Т» либо «и-т». Вот здесь проблема в следующем. Если у вас основа оканчивается на сходный по звучанию звук, например, «д» или «т», то вот тогда объективно, с точки зрения произношения, вы никак не разведете окончание основы и само личное окончание. Оно будет просто сливаться за счет ассимиляции. Это явление мы с вами обсуждали во водно-фонетическом курсе. Речь идет о том, что в немецком языке соседние звуки уподобляются друг другу. И если действительно у вас появляется некий глагол, например, тот же глагол «баден», вспомним, что «э-эн» — это суффикс инфинитива, а основа заканчивается на «д», представьте себе, как вот с фонетической точки зрения корректно нарастить на эту основу, на последний звук «д», личное окончание «т». Явно произойдет ассимиляция, и на слух вы не сможете распознать эту форму и узнать, отличить ее от какой-то другой формы. А вам нужно, когда вы говорите, донести до своего собеседника совершенно отчетливо тот факт, что вы рассказываете, вы говорите о ком-то, о третьем лице. Вы рассказываете о его поведении, о его действиях, о тех событиях, которые с ним связаны. Поэтому это очень важно подчеркнуть, что речь идет именно о ком-то, о ком вы говорите в третьем лице. И если вам не удастся правильно произнести это личное окончание, соответственно, это может привести к непониманию в беседе. Ну а в устной речи человек всегда старается избежать непонимания. Он стремится изначально к тому, чтобы его речь, его информация была предельно доступной собеседнику. Вот в том случае, когда у вас основа глагола заканчивается на сходные по звучанию фонемы, на «д» и «т», вот тогда, собственно, между личным окончанием «т» и «основой» и добавляется звук «и». Давайте посмотрим, как это выглядит в реальности, на практике. «Танст», «дангт», «зитст», «но», «бадет», «битет». А как это будет звучать во фразе? Например, «макс зитст», «макс сидит», «адам бадет», «адам купается». Вот так представлена в небольшом фрагменте система спряжения немецкого глагола. Ну, а поскольку мы уже заговорили на конкретных примерах, как глагол в конкретных формах, в формах третьего лица единственного или множественного числа структурирует само высказывание, ну, естественно, нам с вами познакомиться с тем, что представляет собой простое, нераспространенное предложение. Важно помнить следующее. В немецком языке, ну, для тех, кто уже хорошо знает английский или французский язык, ничего необычного в формулировке «э» той закономерности немецкого языка не будет. Итак, в немецком языке, как и во многих других индоевропейских языках, сказуемая, личная форма глагола в простом повествовательном предложении обязательно стоит на втором месте. Вот это закон, основной закон структуры немецкого языка. То есть глагол, сказуемая, выраженная глаголом, всегда стоит на втором месте. Вот давайте с вами посмотрим на два примера. Еще раз напомню, глагол, это должно быть доведено до автоматизма, должен занимать второе место в высказывании. Вот вы видите, на слайде выделены глагольные формы. Итак, еще раз давайте повторим правило. Это было основное правило структурирования высказывания, простого высказывания в современном немецком языке. Глагол должен занимать высказывание, фиксировано второе место. Как я уже говорил в самом начале нашего урока, сегодня мы познакомимся с тем, что представляет собой артикль в немецком языке. Но опять-таки мы эту тему выбрали для первого занятия, потому что что такое артикль, в принципе, вы себе представляете по изучению хотя бы иных европейских языков, такого как английский либо французский. Конечно же, в разных языках и набор артиклей будет различным, и правила функционирования артиклей тоже будут различными. Ну, взять такой хотя бы пример. Вот в английском языке существует всего два артикля, определенный и неопределенный. И они не различаются по принадлежности к роду. То есть нет различия между мужским, женским и средним родом. Артикли в английском языке это не обозначают. А во французском языке существуют артикли, которые противопоставляют женский и мужской род. Но там, во французском языке, нет артикля для среднего рода. Но зато, например, в французском языке есть неопределенный артикль для множественного числа, чего нет в английском языке. Вот что касается современного немецкого языка, то система артиклей носит более, наверное, разветвленный характер, нежели это характерно для английского языка. Ближе к французскому языку система артиклей в немецком языке, но с небольшими отступлениями. Вот давайте с вами познакомимся с общими правилами. Имя существительное в немецком языке имеет грамматическую категорию рода. Ну, как и в русском. Здесь, вот, скорее, аналог можно провести с русским языком. Женский, мужской, средний род. Например, die Tasse – чашка. Ну, вот, в русском языке у нас также существительные различаются по признаку рода. Чашка – женский род, день – мужской род, средний род, например, солнышко. Итак, по роду. Die Tasse – der Tag – das Kind. Вы, наверное, уже догадались, что во всех этих случаях перед самим именем существительным стоит тот самый артикль, о котором мы и начали разговор в этом фрагменте нашего урока. Давайте посмотрим внимательно на слайд. Итак, die Tasse – чашка, артикль, die – артикль, определенный артикль женского рода. Der Tag – день, der – это определенный артикль мужского рода. Das Kind – ребенок. В немецком языке слово Kind относится по классификации к среднему роду. Das – это артикль среднего рода. Итак, мы с вами познакомились с определенным артиклем в немецком языке. Die – женский род, die – мужской род, das – средний род. Следующий показатель существительного – это число. Число также представлено различными артиклями. Например, das Kind – die Kinder. Если форма единственного числа Kind маркирует определенный артикль das, то форму множественного числа Kind маркирует артикль множественного числа, определенный артикль множественного числа Die. И, наконец, в немецком языке существует то, что называется падежом. Ну, как и в русском. Правда, количество падежей в немецком языке несколько меньше, чем в русском. И вот это такое преимущество при изучении немецкого языка. Падеж – номинатив, именительный падеж, der – tisch. Родительный падеж – термин в немецком языке, в немецкой грамматике генитив, des – tisches. Дательный падеж – dativ, dem – tisch. И, наконец, винительный падеж, то, что по-немецки называется accusativ, dem – tisch. Итак, четыре падежа в немецком языке. Номинатив – в русском он соответствует именительному, der – tisch. Генитив – соответствует русскому родительному падежу, des – tisches. Dativ – русский дательный, dem – tisch. И, наконец, accusativ – русский винительный, dem – tisch. Вот давайте с вами теперь посмотрим внимательно на то, что представляет собой система артиклей в данном конкретном случае. Речь идет о том, что каждый падеж маркируется своим артиклем. То есть артикль, определенный артикль, изменяется по падежам – der, des, dem – tisch. Вот такая система изменения по падежам существует в немецком языке применительно к артиклю. Артикль в немецком языке, ну, здесь полная аналогия с другими европейскими языками, бывает определенным. Итак, der, die, das. И есть определенный артикль для множественного числа. Он не имеет различия по роду. Форма – die. И артикль неопределенный – ein для мужского рода, eine для женского рода и ein для среднего рода. Вот во множественном числе неопределенного артикля никакой формы нет. И это, как мы увидим позже, сказывается на правилах употребления определенного и неопределенного артикля по отношению к именам существительным, которые стоят во множественном числе. Итак, вот две серии артиклей – определенный и неопределенный. Пока на этом этапе нам нужно будет запомнить эти формы. Ну, а то, как они изменяются по падежам, об этом мы поговорим на наших следующих уроках. Пока что два небольших фрагмента правила употребления артикля. Итак, какие основные моменты необходимо запомнить? Употребление артикля. Прежде всего, артикль не употребляется. Вот давайте начнем с этого, когда он нам не нужен с вами. Итак, нам не надо употреблять артикля перед именами существительными, которые обозначают вещественные предметы. Например, вода, молоко и так далее. Как в этой фразе «катрин тринкт васа». Катрин пьет воду. Ну, естественно, что перед именами собственными артикль не употребляется. Катрин. Итак, «катрин тринкт васа». «Васса» – вода. Это вещественное, обозначает вещество. Вот в этом случае нам не надо употреблять артикли. На самом деле, здесь можно провести аналогию с английским языком. Вот представьте себе, что вам надо было бы перевести на английский русскую фразу «эн пьет воду». Вы со мной согласитесь, что и при переводе на английский язык слово английское существительное «water» тоже употребляется без артикля, и английская фраза звучала бы следующим образом в переводе «an is drinking water». Вот здесь полная аналогия, которую допустимо провести с немецким языком, если вы изучали английский. И еще одно правило. Не надо употреблять артикль перед абстрактными именами существительными. Например, «de muta hat durst». Мама хочет пить. Вот само слово «durst» – это жажда, желание пить, относится к абстрактным именам существительным, в отличие от конкретного имени существительного «de muta». Вот поэтому слово «de muta» употребляется с определенным артиклем, а абстрактное существительное «durst» в артикле не нуждается. «De muta hat durst». Вот два таких несложных правила употребления артикля. Вернее, те случаи, самые простые, когда нам не надо употреблять артикль. Следующий фрагмент нашего занятия мы посвятили личным местоимениям. Тоже не очень сложная тема. Здесь надо просто запомнить некоторые соответствия. Итак, система личных местоимений в немецком языке. Это серия личных местоимений единственного числа. А вторая строчка – это серия личных местоимений множественного числа. «Вир мы» и «вы зи». Вот обратите внимание на правила орфографии. «Зи» пишется с маленькой буквы, соответствует местоимению «они». «Зи» в том случае, если это местоимение пишется с большой буквы, соответствует форме вежливости. Это русское «вы» – вежливая форма обращения на «вы». Вот так представлена система личных местоимений в современном немецком языке. Ну, а поскольку мы с вами только что упомянули уже правила правописания, и вот нам бросилось в глаза, что, оказывается, одно и то же местоимение «зи» можно написать с маленькой буквы, либо с большой, и в зависимости от этого меняется значение, то мы, естественным образом, можем перейти и к правилам правописания немецкого языка. Ну, вот то правило, которое различает «зи» с маленькой буквы и «зи» с большой буквы, это, конечно, не новое правило, этому правилу без малого несколько сот лет. Это правило разграничивает вежливую форму обращения на «вы» и личное местоимение «они» – третье лицо множественного числа. Но это, как вы видите, достаточно важное правило правописания, которое сопровождает всю историю немецкого языка, точно так же, как и еще одно основное и достаточно древнее орфографическое правило, которое никогда не затрагивалось, вне зависимости от того, какие бы реформы ни проходили на немецкой земле. Это правило, которое гласит, что все существительные в немецком языке пишутся с большой буквы. Но это традиционные, древние правила орфографии, они неизменны и, скорее всего, никогда меняться не будут. А наша с вами задача – познакомиться с новыми правилами правописания немецкого языка. Итак, о чем пойдет речь? Новые правила правописания стремятся упорядочить звукобуквенные соответствия. То есть, вот некоторые из этих правил. После краткого гласного следует писать удвоенное «с» во всех позициях. Примеры на слайде вы видите. «Ди тассе» – вот так это слово писалось по старым правилам. И «ди тассе» – так это слово пишется по новым правилам. Но вот есть некоторые изменения. Если по старым правилам союз «дас», союз «что» писалось с «эсцет», то новые правила предписывают вместо «эсцет», вместо этой буквы алфавита – писать удвоенное «с». Поэтому в письмах в интернете, в каких-то интернетовских текстах вы уже можете встретить вот такое написание. Следующее правило. После долгих гласных и дифтонгов «эс» передается буквой «эсцет». То есть, эта буква из алфавита никуда не исчезает. Но только в том случае, если за ним не следует другой согласный. И классический пример. «Ди штрассе» – улица. Вот обратите внимание, что новые правила орфографии, конечно, не затрагивают глобальные изменения структуры алфавита. То есть, все буквы, которые нам с вами хорошо известны, они остаются в алфавите, но только используются по другим правилам. Еще несколько примеров. Вот старое написание «бляс», новое написание «бляс». Остается старое написание в словах «грас», «рис» и «хальс». Следующее правило. Правописание корня остается неизменным во всех родственных словах. Например, «нумеририн» – это прежнее написание. Теперь, поскольку этот глагол происходит от существительного «нума», нужно сохранять удвоенное «м» – «нумеририн». Вот так предписывает новая орфографическая комиссия писать слова, не меняя в них состав корня. Если при образовании сложных слов рядом встречаются несколько одинаковых букв, то следует писать их все. Если раньше сложное слово, состоящее из фрагментов «salbst» и «wständig», писалось «salbstständig», то по новым правилам орфографии здесь ничего менять не надо, и мы сохраняем правописание «salbstständig». Точно так же слово «шиффарт», состоящее из двух элементов «шиф» и «фарт», теперь, как вы видите, пишется с утроенной буквой «ф» – «шиффарт». Слова «заимствования» – тоже сложный аспект для любого языка. Итак, в немецком языке слова «заимствования» разрешаются теперь писать так, как они произносятся. Вот если раньше слово «йогурт» писалось с буквосочетанием «гейха», то теперь его можно писать точно так, как оно произносится, то есть «йогурт». Тоже касается слова «портмонне» или «потенциаль». Вот вы видите, справа в колонке разрешено писать эти слова так, как они слышатся, не учитывая ту орфографию, которая пришла из того языка, откуда эти слова были заимствованы. Вот таким образом мы с вами от урока к урока будем знакомиться с новыми правилами орфографии. Наше с вами занятие подошло к концу. В заключении я хотел бы предложить вашему вниманию небольшое домашнее задание. Домашнее задание. Переведите на немецкий язык. Анна и Инга, Макс и Адам, ребенок и Анна, петь и танцевать, сидеть и петь. Вот эти словосочетания надо будет перевести с русского на немецкий, учитывая все те правила, которые мы разобрали, с которыми мы с вами познакомились на сегодняшнем занятии. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующего урока. Субтитры сделал DimaTorzok